здравствуйте мои лапочки соскучились по мне а я по вам очень соскучился я дмитрий трофимов вы находитесь на канале саморазвития самопрокачки вообще наш канал не так называется да но я почему то постоянно его называю именно так ребят это действительно так вы сама развиваетесь когда смотрите мои видосы когда записываете все что я вам говорю и в этот же день начинаете применять внедрять а потом смотрите на свои результаты и вы офигеваете все работает а мы начинаем а сегодня мы с вами поговорим о негативной установки по теме общения именно из-за этой негативной установки вы сдерживаете себя и не позволяете себе самовыразиться и не позволяете себе вообще что-нибудь говорить и установка называется не высовывайся в общении и я хотел бы более подробно об этом поговорить вы приходите в компанию людей может быть этот друг один друг может быть это несколько друзей и вы постоянно молчите и когда приходит ваше время говорить вы очень быстро хотите что-то сказать очень быстро 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 проговорить и опять вернуться слушать а может быть когда приходит время вам что-то говорить вы такие чё и вам нечего сказать или когда вы находитесь в компании, у вас есть определенная мысль и может быть какая-то история и вы хотите рассказать эту историю, вы хотите добавить что-то от себя, какое-то мнение от себя, но вы себе этого не позволяете. Вы сдерживаете себя, вы просто вырубаете себя и молчите дальше. Опять же, не важно, это друг, либо компания, друзья, не важно. И в этот момент как раз у вас и может включаться эта установка. Именно эта негативная установка вас и блокирует. Не высовывайся в общение. И как нужно убирать эту установку. Мы не будем искать причины, почему вы записали эту установку у себя в голове. Очень много причин, почему эта установка у вас может появиться. Это могут быть ваши родители, это могут быть ваши учителя, это могут СМИ вас как-то программировать, не важно. Просто поймите и осознайте, если вы хотите эту установку у себя убрать, действительно убрать, и вы хотите сама выразиться, и вы хотите общаться, вы хотите говорить, тогда вы уже сделали первый шаг. Это ваше желание убрать эту установку негативно. И после этого вы внедряете уже позитивную установку, клевую установку, которая будет вас поддерживать во время общения. И сегодня мы об этой установке поговорим. Позитивные установки записывайте. Прям сейчас записывайте. И я скажу, что делать на третьем шаге после того, как вы это запишите. Первая контр-установка, которая вам будет помогать в общении. Каждый имеет право общаться. Каждый имеет право говорить. Каждый имеет право рассказать историю. Каждый имеет право самовыразиться и сказать свое мнение. Это все установки. Это все один блок. Каждый имеет право говорить. Все это вместе мы можем подытожить, как каждый имеет право говорить. следующая установка каждый имеет право что-то спросить если вы что-то не понимаете вы спрашиваете если вы понимаете вам эта тема интересна вы тоже спрашивать каждый имеет право что-то спросить следующая установка каждый имеет право добавить что-то от себя то есть помимо того что вы имеете право говорить и имеете право спросить если вы что-то спросили человек что-то вам ответил и что-то сказал, вы имеете право добавить что-то к его теме еще. Вы запомнили, вы записали эти установки, и следующий этап, эти установки нужно теперь каждый день проговаривать вслух. И не просто проговаривать вслух, вам нужно поверить в эти установки. А как поверить? Вам нужно подтверждать это в жизни. Вам нужно доказать самому себе, что эти установки правдивы. А та установка вредна для вас. Вы читаете каждый день, может быть, утром, может быть, вечером, может быть, днем, вы читаете эти установки. прочитали и на протяжении дня вы смотрите на других людей и на себя и видеть что люди действительно самовыражаются они имеют право говорить они имеют право спросить рассказать какую-нибудь историю и действительно просто общаться и они имеют на это право и давайте все вместе подытожим первое вам нужно принять решение убрать негативную установку второе вам нужно выписать позитивные установки которые я вам перечислил третье вам нужно каждый день читать эти установки утром может быть днем может быть вечером и на протяжении дня самому себя доказывать почему эти установки правдивы рациональны и они вам приносят пользу приблизительно где-то может быть неделя может быть две а лучше месяц эти установки зазубрить наизусть и постоянно себе доказывать эти установки встроиться вас и они будут вам помогать во время общения и на сегодня все дорогие мои телезрители если у вас будут вопросы по негативной установки и по По позитивным установкам вы можете написать это в комментариях под этим видео. Напоминаю, у меня есть телеграм-канал, у меня есть паблик, там тоже очень много полезной информации. У меня есть моя личная страница. И напоминаю, что нужно поставить лайк под этим видео. Напоминаю, что нужно подписаться на мой канал и порекомендовать мое видео своим друзьям, близким, родным. Всем, кому вы только можете разделать, чтобы мой канал развивался дальше. Если я вижу, что мой канал развивается, если я вижу, что у меня появляется больше подписчиков, Если я вижу, что вы пишете комментарии, ставите лайки, я продолжаю снимать еще больше клевого контента для вас, мои родные. Ну и теперь точно все. О чем мы начинаем, я забыл. Когда я снимаю видео для своего канала, я иногда мимолетно испытываю чувство счастья. Счастье, вы представляете, счастье в моменте именно съемки видео. Я не знаю почему, может быть есть какая-то определенная часть меня, которая кайфует, когда снимаю такие видео. Может быть это тоже мое предназначение, не знаю. Все, что я знаю, когда я снимаю видео, я использую счастье.